Итак, ваш вопрос. Если вы считаете, что всё дело в порче, если вы думаете, что на вас порча, если вы действительно считаете, что на вас порча может быть, то я, соответственно, здесь могу вам порекомендовать только обратиться, собственно говоря, к эзотерикам, именно для того, чтобы эзотерики вам помогли ответить на ваш вопрос, потому что именно они, эзотерики, я имею в виду, э, так скажем, заведуют, заведуют делами, э, порчи. Я полагаю, что по порче, по вопросам, по вопросам порчи вам нужно обращаться именно к ним. Эзотерик, с точки зрения психологии, вы пытаетесь сейчас именно на порчу переложить ответственность за то, что происходит с вами. То есть, грубо говоря, это порча повинна в том, что у вас не получается выстраивать отношения с девушками. Это порча повинна в том, что вы не можете вступить в отношения. С точки зрения психологии, подобное поведение является деструктивным и не приведет ни к чему, кроме дальнейшего отдаления вас от конечной цели, потому что вы все время будете искать, ну, грубо говоря, виноватых в своей беде, в своей проблеме. И, в общем-то, может быть, может быть даже, может быть даже, вы в этом не остановитесь. Ну, то есть, вы не сможете остановиться от того, чтобы искать, продолжать искать проблему. В порчу, да, но не себе, соответственно. Вот. Давайте подумаем о вашей проблеме все же с точки зрения именно психологии, да, то, что вы обратились в наш раздел. Вы говорите, знакомлюсь с девушкой, общение хорошее, все близится к отношению, но когда дело доходит, то есть, когда предлагаешь, девушка отказывается, значит, ну, уже не первый раз такое. Значит, смотрите, какая здесь история. Важно понимать, важно именно понимать, с какой целью вы знакомитесь с девушкой. Вот именно вы сами, с какой целью знакомитесь с девушкой? Для чего вы с ней знакомитесь? Вы чего-то хотите? Вы чего-то ожидаете? От девушки я имею ввиду. Или что-то еще. Для чего вы знакомитесь с ней? Далее. Вы говорите, хорошее общение. Ну, как бы вот, что между вами хорошее общение, я так понимаю. Хорошо. Если между вами действительно хорошее общение, то получается, что вас оно, это общение, ну, не так-то сильно, в общем-то, радует. Радует. И привлекает. Может быть, вы слишком торопитесь, ну, вот слишком торопитесь вступить в отношения с девушкой. Может быть, девочке нужно больше времени, чтобы, например, попривыкнуть к вам, чтобы, например, почувствовать вас, узнать получше вас же и так далее. То есть, обычно, обычно, отношения не предлагаются. Обычно, просто люди начинают испытывать друг другу влечение, симпатию, желание проводить вместе как можно больше времени и так далее. И вот именно это, желание проводить как можно больше времени вместе и становится началом отношений. Вы же, вы же, вы же, вы же, вполне вероятно, предлагая девушке, значит, ну, отношения, вполне вероятно, ставите ее перед вопросом, перед такой, знаете, своего рода перед выбором, вы ставите девушке таким образом перед выбором, что мы будем встречаться с тобой и для тебя это, ну, вот, что-то будет значит. То есть, как бы, получается, что было до, до того, как вы стали встречаться, да, и после. А, соответственно, у девочки возникает ощущение, что она в отношениях, как будто бы, как будто бы, именно вступает. То есть, то есть, они не происходят у нее с вами, как бы, естественным образом. И, на мой взгляд, это не самый лучший вариант, не самый лучший расклад. Поэтому, я рекомендую вам подумать на эту тему, вот, и все-таки ответить себе на вопрос о том, чего же я все-таки хочу об, именно, отношениях, в первую очередь. Что мне нужно об отношениях. Почему я предлагаю девушке отношения, не знаю ничего, например, в этих... всех вещах prospective членов она пишут, чувствах.. к себе. Не знаю ничего, например, о... каких-то, ее.. желаниях, например, я уже предлагаю ей отношения. Для чего? Зачем я делаю так? Дальше. Вы пишите, девочка отказывается, и что происходит? То есть, ну вот, девочка отказывается, и что дальше? Вы ведь можете предложить ей, ну, всегда предложить ей быть друзьями, вы можете всегда предложить ей, там, быть на связи, на контакте и так далее. То есть, такое впечатление создаётся у меня, такое впечатление создаётся, что вы, как будто бы, хотите именно и только отношений с девушкой. И всё. Больше вас как-то вот ничего не интересует. И, соответственно, тогда, соответственно, тогда можно сделать вывод? Да? Какой? Что вам, лично вам отношения для чего-то нужны, и вы хотите в них оказаться, ну, в них, грубо говоря, в них вступить, в эти отношения. Вот. Только вопрос, на мой взгляд, важный. Зачем? Далее. Далее, ситуация следующая. Поскольку девушка отказывается вам в том, чтобы быть с вами, то я полагаю, совершенно справедливым будет, если вы пересмотрите модель, модель своего мужского поведения по отношению к девушкам в частности или к окружающим людям может быть вообще. Какая у вас модель поведения? Какую модель поведения для себя вы выбрали? Например, при, например, при взаимодействии с женщинами, какую модель поведения вы выбрали? Вот это является очень важным, если, 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 опять-таки мы хотим понять, что с вами происходит, почему у вас не получается сблизиться там, ну, с девушками. Может быть, есть страх. Есть страх перед отношениями. Может быть, есть неуверенность в себе. Может быть, вы вообще целенаправленно что-то делаете не так для того, чтобы, ну, не быть в таких отношениях. Но не осознаете даже этого. Такая, такая ситуация тоже может быть. И важно, чтобы вы ее выявили, если она действительно имеет место быть. Либо сами, либо через психолога. Вот. То есть, так или иначе, над этой темой нужно работать. Вот. Для того, чтобы, с одной стороны, понимать, чего хочет девушка, чтобы чувствовать ее желание, потребности и давать ей то, в чем она нуждается. С другой стороны, чтобы чувствовать себя мужчиной и, значит, не позволять себе оказываться в таких ситуациях. То есть, если, например, возникает такая история, что девушка вам отказывает, то совершенно справедливо будет, если вы, ну, например, не будете до этого доводить просто. Вот. То есть, зачем предлагать девушке отношения, если она их, там, грубо говоря, явно не хочет, например. Да? Вот. Зачем? Зачем это делать? Логично? Ну, по-моему, вполне. По-моему, вполне. По-моему, вполне. Вот. Вот. Поэтому, обратите внимание, пожалуйста, на вот эти вещи. Вот. Я думаю, что, в принципе, можно, если у вас это не первый раз, да, я думаю, что вполне можно будет разобраться причины, по которым, по которым, подобная ситуация происходит. То есть, проанализировать весь процесс от, прямо от и до. проанализировать ситуацию. Значит, увидеть все ваши возможные ошибки, все возможные, все возможные, все возможные, значит, фонарики, которые вам девушка демонстрирует и которые вы не замечаете. Потому что, ну, понятно, что нужно и женщин лучше понимать нужные, и лучше разбираться чисто в женской психологии для того, чтобы устраивать с ними отношения. Но, самое главное, конечно, это вы сам. Потому что вот то, что вы сейчас, на данный момент, перекладываете ответственность на кого-то другого, а не на себя, да, то есть у вас порча ответственно за то, что получаются отношения с девочками построить и так далее. Вот, с точки зрения психологии, это просто избегание ответственности. Вот. И вполне возможно, что вы действительно и не хотите отношения это строить. Потому что для этого нужно что-то делать, для этого нужно развиваться, возможно, меняться. А вы этого, видимо, не так сильно хотите. Вот. Вот так, вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, смотрите. Сегодняшним начинается работа с психологом. Да? Значит, если вы захотите всё-таки проанализироваться с точки зрения вот психологии того, что с вами происходит. Работа с психологом начинается со следующих моментов. Вначале мы разбираем с вами как можно подробнее ваши истории отношений. То есть, почему они, как они складывались? По поводу чего они складывались? В результате чего они складывались? Было ли у вас, например, что-то общее изначально? По поводу чего вы, собственно, и выстраивали отношения? Либо не было ничего общего? Вот. Далее можно будет проследить развитие, развитие отношений. То есть, как они развивались? В какой момент вас всё устраивало? В какой момент вас ничего не устраивало? То есть, ну вот, в какой момент вас перестало устраивать? Чего вы хотите? Чего хочет девочка? Чего хотите вы? Ага. Откуда у вас, может, информация о том, что девочка может вам дать то, чего вы хотите? И так далее. Понятно, да? Я надеюсь. И вот, когда всё это будет проанализировано, когда всё это будет понятно вам хотя бы, тогда уже вы увидите, значит, причины своих неудач, и вы будете перед выбором либо менять что-то, если что-то не менять, да, то что-то конкретное менять, то есть, ну, запрос должен появиться у вас. Ну вот. И тогда уже будем менять то, что вы копите. Вот с психологом работа происходит именно так. Например, со мной. Ну вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пишите, если у вас появятся вопросы именно ко мне. Пишите. 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 Пишите.